Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть из Stranged, а первый мы находимся в лаборатории ARK. И здесь довольно печально всё. То есть мы вообще не хотели сюда идти, но видимо у нас такое везение, что мы тупо пытаясь выбраться через канализацию из этого места попали в самое его сердце. Здесь встретили доктора Кляйнера, который называет себя другим именем, но нас ты не проведешь, мужчина. Как бы там ни было, нам нужно двигаться вперед и разобраться с центром связи, который находится на два этажа выше. У нас теперь есть автомат, поэтому я думаю задача резко облегчится, но при этом вполне возможно и усложнится, потому что не зря же нам дают автомат. Хорошо, как бы там ни было, это помещение пока что мне больше всего напоминает офисы из Стэнли Парабл. Вот не знаю почему. Я вижу, что они были не прочь попытать людей, как минимум. Поэтому убивать я их буду без какого-либо сожаления. А еще они проводили адские эксперименты, насколько я вижу. Короче, вижу я многое. У всех проблемы с сетью. И древние древние ящики. Точно такие же, какие мы постоянно латаем в Андерхелле. Так, но сюда мы не попадаем, да? Мы попадаем когда хотим и куда хотим. Здесь делать особо нечего. Закрыто. Опять приятная музыка, вполне возможно. У-у-у. Хотел сказать, вполне возможно, нас там ждут друзья. Конечно. Ну, вроде никого. Так, мы сейчас находимся в лабораториях и кафетерии. Тут есть маркетинг и продажи, есть тренировки, есть тренировки, администрация. ИДЖИ, подземный этаж. Хорошо, нам. Нам наверх, на два уровня наверх. Ого! Господа, секунды очков. Хе-хе-хе, весело у них там. Справа кто-то есть. И слева тоже. Так, хорошо. Все закрыто. Нашим легче. Ох, офисы. Ненавижу офисы. Как работать с непредсказуемыми химикатами и компонентами? Профессор Дэйд Стоукс. Продолжение будет? Очевидно, нет. Что это? А, это типа катка. Очень нравится то, что они сделали с графикой в этой игре. Очень все выглядит мило. Так, сюда мы не попадаем. Конечно. Да подвинься-то, ну. Я просто хотел почитать, что здесь написано. Но сквозь стекло было не видно. Так, здесь написано. Сегодняшние встречи в отношении с потребителем. Как нас видят потребители? Как мы можем вырасти во глазах? Бренд. Так, ну короче говоря, всякая маркетинговая фигня. Вырасти свое семя. Так, окей. Чем нам это поможет вообще? То, что мы сюда пришли. А, он же что-то хотел сделать, но ему не давало именно этой станции, похоже. Давай попробуем. Смотри, а прикольно. Так. Янта Word Arc Local. Локальная сеть. Хорошо. Электронная почта. Ваш пес Алекс идет на поправку. У него хорошая реакция на лекарства, которые мы ему давали. Вы сможете забрать Алекса в понедельник. Спасибо, Judy Ferrand. Что это за запах? Серьезно. Вы видели мой ланч? Я оставил его в холодильнике и он исчез. Если она еще раз его сворует, я, короче, разозлится очень. Потому что она все время ворует его вещи. Ладно. Весело у них тут было. Как зовут? А, подожди. Как его там звали? Моя внимательность просто... Так. Ваш пес Алекс. Алекс. Что? Нет. Может, маленькими буквами? Что-то не так. Как зовут вашего питомца? Мистер Уорд, ваш пес Аликс может по-русски написать. Какого черта? Так, ну напишем по-русски. Ну да, отлично. Так, что-то мы сломали. Хорошо. Теперь, я думаю, все двери открыты. Я не знаю, если вы можете слышать это, но генератор сейчас стабильный. Я буду ждать вас в комнатной коммуникации. Просто продолжайте идти, вы найдете. Но я думаю, с местными все-таки надо познакомиться. Иначе какой смысл в этом автомате? Сначала я проведу зачистку, а потом буду спокойно ходить. Так, я понял. Вполне возможно, что нам сюда и нужно. А что же тогда у нас здесь? Офисы. Кинотеатр. Так, войдем в комнату и выйдем. Никто не приманивается. Вроде нет. Здесь тоже спокойно. Хорошо. Какая-нибудь полезная информация присутствует? Нет? Офисы. Типа карты, но я без нее разберусь. В принципе, не так, чтобы можно было заблудиться. Цветовая скорость... Скорость света слишком медленная. Фига у вас, мониторы все-таки. Прям телевизоры. Такие огромные. За дверью кто-то есть. Касатик, выходи, я тебя слышал. Так, ладно. Никуда не денешься. Хорошо. С этим-то все понятно. Я думаю, что сейчас вот так вот сделав... Вернее, пойдя сюда, мы сделаем круг и придем к лифту. А, да. Будь адекватным. Конечно. Сейчас все бросил и резко стал адекватным. Что с твоей головой? Аж тебя попал. Мозги брызнули. Или для тебя они не так важны? Хорошо, мы опять попадаем в какие-то тех помещения. Ну, просто супер. Солнечный свет. В последнее время его не часто увидишь. Красиво, да? Нет, красиво игра в игре. Не сказать, что прям там дикий графон, но... Видно, что разработчики душу вкладывали. Старались очень. Привет. Ты хоть предупреждай, а то я выстрелил бы сейчас от тебя. Следуй мне. Это все будет работать сейчас. Так, ну хорошо. Закрывай дверь. Спасибо. И теперь давай говори, чё и как у нас. Опять глушит. There's been a safety breach. Матери curfew is in effect. Please remain inside. Матери curfew is in effect. I think we can... We've got you two corner. Open up! Quick, ventilation shaft. Go, now. Get to the satellite. Ладно. Давай, парень. Go. Пока. No! We can explain. You see? You shut up! You! I want you to find that other guy right now. Go! Все довольно плохо. Ладно, уходим нафиг. Ох, короче говоря, у нашего знакомого, похоже, проблема. Ну и чё же с ним. Надо было брать с собой автомат. Тогда было бы гораздо проще. Хрен бы они у нас вошли сюда. Так, идти через город. Это, по-моему, не самая хорошая идея. Я бы, честно говоря, сделал огромный крюк. Шел бы в три раза больше, но при этом я бы обошел город. Я бы не стал заходить в него. Мало того, что там, во-первых, зомби-апокалипсис все-таки, во-вторых, заражение, и в-третьих, наверняка, если там кто и выжил, то там сейчас реально идет чуть ли не гражданская война. Ну, то есть, тупо мародеры, бандиты и тому подобное. Что-то мне подсказывает, что этот вентилятор можно заклинить. Только пока не вижу чем. Допустим, вот этой бочкой. Как-то вот так. Такое просто было у Half-Life 2. Я помню. Мы недавно с Темой проходили в Синерджи, помните? Тихо. Худеть надо. Ой, да что ж ты. Такое ощущение, что за мной гонится кто-то постоянно. Это как я могу делать. Жаль, что я не могу молоток выбрать. Охо-хо. Серьезно, тут у вас все. Птички вылететь не могут. Кто же вас тут закрыл? Короче говоря, это все очень печально. Ну, давайте спускаться. Судя по этим следам. Хотя, не знаю. Вроде никого не видать. Ну да. Че, как дела у вас? Джонатан Билли. Рабочая станция 437. Офига их тут было. Так. Джона. Это нормально. Наслаждайся днем. Ему писали. У тебя в пятницу будет смена. У дочери соревнования плавания. Жена сказала, нужно идти. Можешь заменить меня. А, понятно. Короче, выступил. Так. Нельзя ли перевести через коробок? На склад арку ист. Говорят, нам еще привезут. Тут понятно. Хорошо. Ничего полезного пока я не нашел. То, что тут коробок много, я и так вижу. Че тут есть? Патроны? Патроны это хорошо. Что-то мне подсказывает, что это не к добру. Такая музыка. Музыка на самом деле такая громкая, что я просто не слышу себя. Сюда, не мать вашу. Где и откуда? Откуда это летело? Сучьи дети. Спать. Фу. Вот этого я ел, не ожидал. Хорошо, ладно. Сейчас вы меня гребете. Блин, где угодно могут быть. Блин, где угодно могут быть. Хватай, хватай. Хватай. Мать ваша. Сколько вас. Так, ладно, я пошел уже назад. Хрен знает, как мне подняться наверх. Если я сейчас начинаю орать, то это потому, что музыка орет в уши. Ну, вы поняли. Слишком, слишком громко. Я просто оглушен. Блин, я не знаю. Надо поискать какой-то способ подняться повыше, что ли. Типа вот этого. Так, хорошо. Музыка подуспокоилась. Можно выдохнуть. Это было круто. Тихо. Кто-то бежал. Но не факт. Я обожаю прыжковое упражнение. Патронов довольно много ушло. Погнали. Куда? Побежал такой. А потом понял, что не знаю, куда идти. Так, ребятки. Ну, нам нужно как-то выйти. Но я не уверен, что эта дверь откроется. Ну-ка. Ого. Офигеть просто. Какое эхо. Вообще дурак, что ли, совсем. Не знаю, хоть притворился бы мирным, а потом со спины напал. Нет, тупо побежал на человека с автоматами. Ну, посмотрите на его лицо. Это же дегенерат. Побежал бить меня. Так, я не знаю, куда я лезу. Но куда-нибудь, я думаю, в итоге. По ту, что ли. А, я понял. Я все понял. О, пистолет. Отлично. Твою мать. Вернусь через пять минут. Конечно. А, я могу только одно оружие таскать. Хорошо. Я не могу при приближении стрелять. Че, правда? Если б не такие засветы, конечно, было бы гораздо удобнее целиться. Я так считаю. Я так думаю. Я просто не вижу прицела вообще. Ну, не знаю. Ладно. Сейчас пострелим. Они, самое главное, они не выглядят такими уж злыми. То есть, обычные мужчины, женщины. Обычно прям как-то вот эта вот команда зачистки, там, корпораций. Реально. Реальное исчадие ада. Здесь такого нет. Так, хорошо, что это нам дает. И среди всего прочего мы обнаружили, что антенна, которая находится далеко-далеко отсюда, на этом острове, именно с нее идет сигнал, вернее он. То есть, именно она глушит все сигналы, исходящие с острова. Поэтому нам нужно добраться до нее. Так. Ой, как громко. Нормально. Фух, грохот. Я даже не стал прицеливаться, стараться, просто сломал, потому что слишком громко. Хорошо. Ладно, надо спускаться отсюда и посмотрим, что нам день грядущий готовит. Потому что сюда мы когда поднимались, тут парень такой стоит с голой рукой. Он такой, эй, и побежал бить нас. В то время, как мы с автоматом были. Ладно, надеюсь, мы пролезем здесь. Вроде как да. Меня, конечно, очень волнует, что у них, у такой вроде как небедной организации, нет ни одного автомобиля нормального на парковке. Мне бы это сейчас очень помогло. Отнимай патроны, что ли. А нет, мои. Здесь такое, кстати. Ох, моя мышка. Да и не так-то просто один раз крутануть колесико. На нас теперь нападают люди, да? И это не очень хорошо, потому что с зараженными воевать все-таки гораздо проще, пока они добегут. А эти стреляют на поражение. Хотя они... Хотя пока что они меня не впечатлили. Вот примерно об этом я и говорю. Стреляют, как я не знаю, пятиклассники. Женщин полно. В этой игре мы убиваем женщин. Засада, надо сказать, была такая... Это был какой-то погадный звук. Больше не надо его, пожалуйста. Засада была довольно-таки дилетантской. Сравнивать с теми ребятами, что охотятся за нами в Андерхеле. Это просто какие-то... Я не знаю, новобранцы. Но в этом и есть свой прикол. Что это? Движок. Нормально. Я их сейчас бы гравит пушку. Вроде никого. И все-таки природу на Сурсе, на этом движке, умеет делать только сама Valve. У остальных получается примерно вот это. Не очень натурально выглядит. Хотя... Что это такое? О! Это что-то... Что-то нехорошее. Надо отметить насчет природы. Не успел договорить. Надо отметить, что в Дирестер была очень красивая природа. Но это скорее исключение из правил. Интересно, что это за звуки? Так, ладно. Допустим. Как же мне тогда подняться? А что, если там что-то интересное? А там, походу, что-то интересное. Ну, не то, что интересное, но мы, по крайней мере, можем тут пройти. Что за звуки? Какого у черта происходит? Топорик. Я могу взять топорик? Я не могу взять топорик. Вау! Отлично просто. Открыто достижение. Ты больше, чем просто попал в кораблекрушение. Что? Только не говорите, что я погиб. Да нет! Ну, вот так вот и заканчивается первый акт из Трэнджин. Что я могу сказать? Игрушка очень хорошая. Я с удовольствием пройду второй акт, когда она выйдет. То есть, реально, в игре, не сказать, что там какой-то сюжет, не сказать, что какая-то постановка. Но все равно, именно вот такие игры в последнее время дарят гораздо больше эмоций, чем бесконечный поток Call of Duty и Battlefield и прочих кризисов. То есть, в игре, с одной стороны, интересная атмосфера, с другой стороны, крайне неплохая графика. То есть, реально, мне понравилось то, что они сделали с движком. Это было очень так мило и очень тепло выглядело. То есть, как-то по-домашнему. Хорошая музыка. Под конец дали жару. И в предыдущей серии реально был очень мощный экшон. А в этой мы, в принципе, ничего толком и не успели. Но при этом, концовка, она вот такая вот. Я думаю, я выпущу ее в один день с предыдущей серии. Потому что она вышла довольно короткой. Короче говоря, это очень хорошая игра. Она, повторюсь, не то, что там Under Hell выше ее на голову. Он реально выше ее на пару ростов. Потому что там проработка всего в разы лучше. И видно, что над игрой Карпели несколько лет. Здесь Карпеля заметно меньше времени. Но при этом игра все равно довольно приятная. И очень хорошо играется. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. И по поводу этого прохождения. Потому что это реально будет интересно почитать. У игры определенно есть большой потенциал. Будем посмотреть, во что оно в итоге разовьется. Спасибо, что смотрели. Увидимся в других прохождениях. И инди-хорроров и тому подобного. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok